Короче, ну смотри, ты знаешь, с одной стороны да, с одной стороны да, но не особо принципиально, потому что действительно, например, у меня просто есть 21-й год, если бы, наверное, я был в позиции, хотя в любой позиции 21-й год, даже в позиции ВП, я бы понял и сделал ставку на дистанцию. То есть, как бы, понятно, что хочется, но я не буду плакать, не расстроюсь, если мы будем играть в свою доту, и мы будем играть хорошо, да, и при этом у нас не получится выиграть, потому что дистанция покажет. То есть, основное все равно на дистанцию ты смотришь. Можно приехать на тот же мейджор, да, и выступить лучше, чем ВБ, а можно на интернешнале выступить лучше, а можно здесь в лиге выиграть, а потом на интернешнале выступить хуже, и всем уже будет неинтересно совершенно, какое ты там место занимал в лиге. Поэтому лига интересна с точки зрения очков, то есть первое место это одно количество очков, второе место это меньше очков, естественно, вот только, наверное, из-за этого. То есть, какой-то принципиалки о том, что нет, надо разорвать. Вот, да, хочется выиграть, безусловно, но мне, в первую очередь, наверное, я работал над этим еще после империи, что вот с точки зрения профессионализма мне интересны только очки, потому что просто за первое место дают больше очков. Если бы за второе место давали больше, или эта разница была бы минорной, да, то есть вообще незначительно мне было бы, как бы, ну, просто чисто спортивный интерес уже выиграть был бы. Вот, а здесь только очки. Прям реально не важно, что именно против них, просто так, знаешь, как бы есть история хотя бы этого. Ну, то есть, ты же знаешь, как вот эту вот тему, как у Джордана была? Ну, что, типа, он с разными командами по-разному выкладывался, потому что если ему что-то личное, то есть у него как-то там переключалось, и он прям максимально там, типа... Ты знаешь, это везде работает, мне кажется. Я уверен, что мы выложимся точно на полную. Но я же, опять же, не спортсмен, да, поэтому я говорю больше все-таки, наверное, как менеджер. Вот, я уверен сто процентов, что каждая из моей команды, в том числе я и тренер и все, абсолютно мы полностью выложимся однозначно. Но лично я вот, меня спросил за себя, говорю, то есть плакать там, если будет хорошая игра, и мы уступим в хорошей борьбе, то плакать я точно не буду. Ну, типа, это такое, знаешь. Плакать я буду, если это будет на интернешнл, и вот там мы уступим, например, тогда можно и поплакать. Я понял. Слушай, Диман, еще вот такой вопрос меня интересует, ну, типа, если хочешь, может, не отвечай. Как думаешь, с чем вообще было связано, ну, типа, вот такой вот, ну, как я сказал, ну, такой слабенький старт. Вы отдавали по карте всем командам, было еле-еле там с ванмувами, вообще им чуть не проиграли, там, 2-0 получается, да? Вот, поэтому, как думаешь, с чем это связано? Сейчас, конечно, вот по последним сериям вы все больше и больше набираете, и вот сегодня у вас была первая победа 2-0, вот. Ну, смотри, во-первых, откровенно говоря, в мою очередь, я знаю, с тем, что все-таки СНГ такой регион, во-первых, у всех на нас стоит, это супер очевидно, объясню почему. Потому что очень многие игроков из других команд, например, да, они либо писали, то есть потеститься в Spirit, например, либо мы когда-то их тестили и не брали, то есть это длится уже, там, знаешь, с 21-го года буквально, ты можешь вспомнить такую команду WinStrike, которые играли какой-то DPC, они выиграли первую карту, ну, первую встречу, вторая встреча у них была с нами, и у меня было ощущение, что они играли тогда игру всей жизни, то есть это было 3 карты по 90 минут, и после этого, когда они все-таки проиграли нам, и после этого они все остались, то есть казалось, что они как минимум на мажор поедут, но после нас они проиграли все остальные игры, потому что они, вероятно, все свои силы абсолютно отдали на нас. И, то есть, действительно, команды стараются против нас, они хорошо играют, зачастую в турнирной сетке у них нет больше опций, да, то есть вот в Немиге, по сути, мы были в последней линии, да, красной линией, то есть если они нам проигрывают, то дальше уже у них очень мало шансов на что-то. Вот, плюс, опять же, в Немиге там есть Виталиич, мы хоть и хорошо общаемся, да, и так далее, но все равно чисто со спортивного желания у него, очевидно, есть желание нас выиграть, и это совершенно нормально. И так же с остальными, плюс, действительно, в СНГ команда, наверное, непредсказуемая, потому что, знаешь, смотрел на тех же ББ, я немножко переведу стрелки, вот им две игры подарили, Дарксайдам третью карту просто подарили, когда они просто отдали этого Рошана, даже не дравшись за него, да, и потом там, о, маг пришел, сейчас я маг тебе отдам, вот, и потом они хорошо в итоге подловил там Торонтоич фуру и так далее, ну, по сути, все равно игра подарена. И вот, если ты смотрел эту игру с One Move, там, карту тоже, там то же самое было, чел с Аркейн Блинком и с Рапирой бегает без атак спида и вообще, ну, короче, не знаю. Поэтому, просто, действительно, даже у ББ, то есть, если смотреть в разрезе, которых номинально там все записывали, что, как там говорили, знаешь, один из комментаторов говорил, эта игра, с One Move, которая длилась 75 минут, эта игра будет длиться столько, сколько ББ захотят. Вот, поэтому у всех есть очевидная проблема, потому что все потеют и все очень хотят. Ну, СНГ-регион, ты СНГ-регион. Ну, и опять же, говоря про другое, ну, мы смотрели героев, да, мы искали, мы искали какой-то стиль свой, понимание, что нам требуется, что нам не требуется. Поэтому, посмотрим, что дальше будет. Я, знаешь, тоже не говорю, что эти две игры, то, что мы играли, уверенно, тихие, типа, ну, все, дальше будет так же. Нужно устаканиться, чтобы это все устаканилось. В общем, Санюшечка, я тебя обнимаю, целую. Давай, Диман, давай, взаимно, взаимно. Отдаю, отдаю Джигиту. Давай, давай, давай. Привет, Диман. Что ты мне включил, Димас? Что там, у вас медийка уже? Да. У вас, кстати, кайфовая медийка. Я надеюсь, так же будет в дальнейшем. Что, оказывается, что там у тебя? Да ничего. Оказывается, я тебе фейк-фу дал, вы еще не вышли на мажор. То, что если вы две игры проиграете, то не выйдете. Ну, он сказал, точнее, на перегровки попадете, вот, как минимум. Так что рано поздравлять, получается, после опыта будет поздравлять. Да, еще закроем и тех других, 2-0. Вот, вот это я понимаю. Настрой чемпионский. Что, мага, есть еще какие-то, может быть, козыри? Тыщенные на КВ, так сказать. А, ну мы постоянно магнуса, короче, пикаем. Постоянно магнуса пикаем. У нас его то забирают, то отбирают. Продолжайте то же самое делать. Я все-таки хочу сыграть на этом героя. Это хорошее, хорошее. Так, что, получается, кстати, вот по твоему мнению, Денис уже полностью интегрировался в команду? Или же еще есть какие-то проблемы? Ну, скорее всего, да. Да, проблем-кто уже нету, типа, ну, возможно, только то, что, когда мы типа все говорим, именно вчетвером, то Денис как-то выпадает из коммуникации. А вот так мы стараемся именно не засирать эфир.